Сегодня разберемся как переделать на PHP 7 код нашего движка, который мы ранее создавали. То есть мы делали форму входа для пользователей, форму регистрации и защищенную панель администратора. И это все было с использованием MySQL. Теперь мы переделали на MySQL. И давайте посмотрим какие изменения по коду нужно сделать. То есть первое это файл connect. То есть в нем теперь соединение выглядит следующим образом. Мы пишем MySQL connect, пишем localhost, дальше пользователя к базе данных, пароль и название базе данных. То есть вот у нас база данных. Следующий этап, то что мы должны сделать это у нас в файле регистрации. Так, рег, 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 рег. Вот, registration. То есть в регистрации мы должны переделать то же самое. То есть у нас здесь где запрос идет MySQL query. Тут теперь после этого, ну во-первых мы ставим букву i. Дальше мы делаем $SQL link. Link, это та переменная, которую мы получили при, тот объект, который мы получили при соединении с базой данных. То есть вот теперь все запросы делаются с помощью этого объекта. Его нужно подставлять во все запросы. То есть $SQL link и потом пишем запрос. Все. Теперь здесь у нас, ну в коде, который получил от пользователя была ошибка. То есть часто люди в буковке печатают, будут какие-то. То есть там было password написано. То есть вместо паспорта было password. То есть я это исправил и после этого, в принципе, этот файл регистрации стал работать. Следующее, это у нас логин. Здесь то же самое MySQL i пишем фед часок, MySQL query и $SQL link подставляем. Теперь здесь у нас тоже была ошибка такая, что вот эти вот значения полей и названия баз данных, они все пишутся вот в таких кавычках, в косых кавычках, как где буква ЙО. То есть если у вас получается, ну то есть запрос не будет работать, потому что только значения пишутся в одинарных кавычках, а в косых кавычках значения полей и названия таблиц. То есть вот есть правило. ID было в одинарных кавычках, users, email и password. То есть здесь я поставил косые кавычки, как буква ЙО, и тут все заработало. Так, теперь, ну и в принципе все, то есть вот эти вот все ошибки, которые были, то есть нужно было сделать MySQL query, добавить $SQL link, и все бы заработало. Все, теперь у меня получается, если я перехожу регистрация, я ввожу какой-то email, раз, два, три, четыре, пять, шесть пароль, нажимаю регистрация, пишут вы успешно прошли регистрацию, перейти на страницу, теперь выход и попробую войти. То есть я ввожу раз, два, три, четыре, пять, шесть пароль, и все, в принципе я могу перейти на защищенную страницу. Так, ну и все на этом. Ну и там дальше идет полный код видео, где я исправлял ошибки. Так, все. Приветствую всех, сегодня по просьбе подписчика переделаем проект на PHP, то есть раньше он был на MySQL, работал, теперь сделаем MySQL. Для того, чтобы у нас работала MySQL, нам нужно сделать следующую вещь. Нам нужно использовать MySQL и Connect функцию. И в нее же передается имя базы данных. То есть у нас получается localhost, root, пароль, ну то есть юзер базы данных, пароль и потом имя базы данных. То есть и у нас возвращается $SQL link. Получается, сейчас я создам базу данных, так как у меня нету. И дальше будем там работать. Так, дополнительно. php1. Ну у меня сейчас еще походу нету таблиц я еще не буду восстанавливать. Но там проект непростой. То есть мы соединились и получили возвращается... Давайте посмотрим в мануале, да? В учебнике, как это все работает. То есть мы видим здесь MySQL Connect функцию, она возвращает с помощью... Ну возвращает, сейчас посмотрим, возвращаемый параметр. Тут нету, да? сейчас. То есть это какой-то некий объект типа MySQL, она возвращает, с помощью которого мы сможем потом обращаться, ну делать запрос. Так, теперь дальше. Сейчас посмотрим, что у нас там еще. Не работает. Так, тут все вроде, да? Ты-ты-ты. Ладно. Окей, сейчас зайдем в код. В код, в код, в код. Так. Ну а все, мы нажимаем вход. Попадаем в логин PHP. Так, теперь у нас на line 12. Unexpectative. Тут точки запятания. То есть если у нас ошибка выходит на линии 12, то, соответственно, проблема или в 12 строчке, или в 11. Ну вот я вошел, в 11 нету. Так, дальше смотрим. Так, есть. Видите? Логин. Введите пароль. Нажимаем вход. Ничего у нас не происходит. Так, смотрим. Так, у нас таблица users нам нужна. Ну и, соответственно, здесь mysqli. То есть у нас для того, чтобы работал mysqli, нам везде нужно, где query, еще добавить переменную sql.link, которую мы получили в connect. То есть вот у нас connect. Мы здесь записали $sql.link. Соответственно, здесь у нас должно быть первым параметром, где мы везде query, мы пишем вместо mysqli.query mysqli.query и $sql.link добавляем. Так, все, вроде здесь больше ничего нет. Так, и теперь таблица у нас ID, email, password ID, и таблица users. то есть здесь создаем таблицу users. у нас получается ID, email, password. я не помню, там статус есть или нет, убавим статус просто, чтобы он был. Так, теперь получается у нас email это текст, пассворт это текст, статус ставим текст, ID, autoincrement, и primary. и сохранить. Так, создали таблицу. Так. Здесь, в принципе, все, но нам нужно зарегистрируйтесь. То есть registration.php тоже я вижу здесь вот скобочку, что это ошибка, registration.php. registration.php registration.php Так, тут у нас какая-то лишний раз PHP-код открылся, закрылся. Вот он у нас, почему-то кто-то скопировал два раза лишний. То же самое, переделываем mySQL.liquery и здесь $Sql.link Так, insert into user, email, password, email, password. Все. Так, теперь попробуем зарегистрироваться. Введите email. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Регистрация. Вы успешно прошли регистрацию. Смотрим обзор. Да, есть у нас пользователь. Теперь переходим так выход нажимаем и попробуем войти раз, два, три, четыре, пять. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вход. Так, не вошел. Давайте посмотрим, что здесь не так в login.php select звездочка Мы прошли авторизацию Так, сообщений никаких не происходит. Ну, давайте пока сделаем просто вардамп в результат то есть мы не заходим получается вот сюда Давайте попробуем вардамп пост сделать Так, пост есть у нас Password email Password То есть, по идее мы сюда должны попадать вот в этот if Так, мы почему-то Видимо там как-то Password по-другому написано ошибка опечатка просто Нет, вот раз, два, три, четыре, пять if и set Доллар пост Password И не вардамп цена Давайте попробуем вардамп вывести False То есть у нас почему-то и set возвращает Password О, пропущено Вот он, видите То есть тут Password Написано вот она опечатка Password Вот ошибка Выбили на логин или неверный логин или пароль Раз, два, три, четыре, пять, шесть Тоже пишет неверный логин или пароль Так, посмотрим Select ID from users Where email равно $post email Password $post Password Окей То есть как бы тут вроде что в запросе написано правильно Сейчас посмотрим сделаем Вардамп Result Какой у нас Result получается То есть Result видим 0 Соответственно у нас не проблема с запросом Вводим Echo и попробуем вывести наш запрос Select ID from users И попробуем выполнить этот запрос в PHP MyAdmin То есть если мы перейдем во вкладку SQL то здесь мы можем выполнить Так он говорит у нас ошибка в запросе А Смотрите здесь в запросе я вижу То есть он говорит users это users это у нас таблица Таблицы всегда пишутся вот в таких кавычках косых где буква Ё находится Соответственно так и и вот эти поля то есть все кроме значений пишутся в кавычках которые где буква Ё То есть у нас e-mail пасворд и ID и users все это в таких кавычках Так мы видим ID1 Поздравляем вы успешно прошли авторизацию перейти на главную мы видим кабинет и выход Так в принципе сейчас ну как я вижу все работает да сейчас лак выход проверим да все окей стоп сейчас я коротко заново пробегусь по всем тем вещам которые мы сделали и вставлю это в начало видео так в принципе все все и и Продолжение следует...